Студия Гимноза представляет вашему вниманию познавательные проекты, расширяющие рамки сознания и методы. Смотрим, слушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Так, а сейчас я хочу, чтобы ты в порядке эксперимента нашла Иосифа Кобзона. Он умер вчера, 30-го числа. Вижу. И его душа где-то находится над телом. Что ты видишь? Напиши. Вижусь на тело. Висит, все над ним стоят, плачут. Говорят, горе какое, горе какое. Он всё на это смотрит, но он не понимает. Давай подойдём к нему ближе. У него просто идёт непонимание. У него даже как будто и страха нет. Он осознаёт, как сон, как будто это сон ему что-то снится. Хорошо. Хорошо, давай подойди к нему аккуратно. Поближе. Подхожу. Есть. Подошла. Иосиф Кобзон. Здравствуйте. А что тут происходит? Мы вам сейчас объясним. Мы с Земли... Это что за шутки такие глупые? Нет, это не шутки. Вы находитесь в мире душ. Вы вчера совершили переход. Нигде я не нахожусь. Я нахожусь дома. Но вы же видите сейчас, что происходит вокруг. Людей видите. Это всё просто непонятная ситуация какая-то. Ну, у вас сейчас нет осознанности. Она придёт после третьего дня. Вы три дня вот так будете висеть над телом. А потом к вам спустятся с неба ваши близкие. И пригласят наверх. Вы поднимитесь на небо. И там вам включат сознание души. И всё поймёте. А сейчас вы в мире душ находитесь. Но пока без осознания. А почётче? У вас осознание придёт на третий день. Когда к вам спустятся. Что значит в мире душ? Ну, в тонком мире. В астральном мире. Вы душа. И сейчас душа находится в своём естественном мире. Но сейчас есть привязка к телу. И вы находитесь над телом. Три дня это будет действовать. Сейчас, говорят, состояние какое-то жуткое, неприятное. Ну, а вокруг что вы видите? Ну, он висит так чуть дальше. Всё как тьма, как темно. Всё не видно. Видно только внизу. Вот он смотрит на себя. Но он в костюме. Красиво выглядит. Да, как всегда. И красный галстук у него. И причесанный, как всегда. Угу. Хорошо. Отлично. Ну, говорит, мне тепло. Свечи вижу, мне тепло. А, люди греют. Ставят свечи, да, и вас подпитывают энергией. Это здорово. И близкие тоже ставят свечи. Вокруг него даже свечи. Угу. И цветы. Ну, переход мягким будет. Столько людей, столько свечей будут подпитывать, и вы. Для вас-то всё пройдёт мягко и комфортно. Ну, я работал на благо людей. Конечно. Я старался им себя подарить. Ну, частичку себя, своей энергии, своего внутреннего мира. Ну, да, и люди вам... И я уверен, что почти в каждом такая частичка сидит. А плохого я старался не делать никому. Ну, вот и отлично. Значит, для вас всё будет хорошо и комфортно. И мысли у меня добрые были. Угу. Столько людей жалко. Не надо горевать так. Угу. Ну, мы хотели бы этот ролик в интернет выложить, в общий доступ. Контакта с вами. Ну, пусть видят, может, им легче от этого будет. Да, да, да. Это новая технология, мало кто про неё знает. Я всё равно останусь в ваших сердцах. Отлично. Ну, а вы последние дни чувствовали уже какой-то переход, какие-то изменения? Что-то было двоякое такое, да. Как будто ты начинаешь чувствовать там тонкий мир и другие души вокруг. Или как будто ты начинаешь чувствовать ещё какое-то измерение. Угу. Ты живёшь на физическом плане, вот, и ты хочешь, и ты как будто людей других чувствуешь, осознаёшь, что-то вот другое происходит. Не то, что ты видишь глазами. Как будто наслаивалось два мира у него последние пять-семь дней. Угу. Интересно. Нам это очень интересно узнать. Как это происходило? Ну, а в сам момент перехода, что вы чувствовали, или вы уснули, или как это было? Можете описать? Понятия такого нету. Мозг как отключается вот эти за пять минут, секунд, за семь секунд, когда человек отходит. Угу. Мозг как отключается, чтобы не было эмоций каких-то. Угу. То есть, мозг… Просто он выдохнул, и всё. Да, мозг отключилась ещё, выдох. Выдохнул, и всё. И душа пошла выше подниматься, выходить из тела. Да. Угу. Отлично. Хорошо. Как мозг знает, когда отключиться. Наступает какой-то пик энергии и вибраций. Какой-то вот они как-то состыкуются так, что мозг отключается уже. Это означает переход. А интересно, ты сейчас как-то можешь считать, какие были энергии и вибрации в ту секунду? Ну, они же падают, наверное. Это какие-то микро… совсем микро-микро-единицы. Угу. Но они какой-то такой резонанс дают. Частота… Ну, к примеру, да, частота такая, что как будто вот как физическое тело, как иголкой кольнут сильно, да. Угу. Как человек аварию не помнит. Там несколько секунд до аварии тоже не помнит. Как защитная… Защитная реакция. Ну, когда эта частота зазвучала, прозвучала, мозг отключается. Угу. Отлично. Хорошо. И Усикова зона рядышком находится? Да. Отлично. Это я на нём и смотрела. Ага. То есть ты как бы в него смотрела и видел это всё, да? Отлично. Хорошо. Хорошо. Но мы долго не будем задерживаться. Можно? Мы ещё после советок к вам придём. Да. Спасибо, что пришли. После 40 дней. Обязательно приходите. Да, да, да. Узнать, какой вам вынесут вердикт и дальше поговорить. У вас там уже сознание души появится. Будет очень интересно. Спасибо вам большое. Всего вам хорошего. Успехов. В этой путешествии. Оно будет скоро. Я думаю, вам будет комфортно и хорошо. Всё, Галечка. Прощаемся. И ты отсоединяешься. Один. Два. Три. Отсоединилась. Отлично. Отлично. Окликой и вершись. В трудных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя жизнь. И надеюсь, что это взаимно. Субтитры создавал DimaTorzok